Добрый день! С вами Александр Гузаев и Лица Химок. И сегодня у нас в студии трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира и депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Ирина Константиновна, как сейчас развивается фигурное катание в Московской области? Добрый день! Спасибо, что пригласили. Фигурное катание в Московской области. Я считаю, что если говорить о результатах больших, то, наверное, хотелось бы, чтобы было больше. Но учитывая, что у нас самое большое количество катков, ни одна территория России не владеет и не имеет такое большое количество, количество занимающихся детей у нас тоже очень приличное. Последние годы у нас стали открываться такие академии, как Академия Плющенко, Академия Тани Навки, Ира Слуцкая работает. То есть вот как раз наличие базы и то, что сейчас стали приходить хорошие, очень квалифицированные кадры, это нам дает надежду, что мы будем еще больше развиваться. На сегодняшний день у нас ребята на спартакиаде учащихся вот уже на протяжении нескольких лет занимают стабильно третье место. Мы боремся с Москвой и Санкт-Петербургом. При этом у нас не полная команда, у нас только два вида спорта развиваются. Это одиночное катание и танцы на льду. Наши танцевальные дуэты были уже много раз призерами Чемпионата мира среди юниоров и членами сборной страны. В свое время вы хотели открыть свой клуб фигурного катания. Вам удалось реализовать эту идею? Вы знаете, открыла клуб, но сначала идея-то была другая. Идея была вот как раз получить какой-то спортивный объект и открыть как бы школу, учитывая и опыт и свой как спортсмена, а потом уже как тренера я работала и в сборной Советского Союза, потом я работала в Международном центре фигурного катания. Вот хотелось как бы, учитывая все эти изменения, веяния, новое направление фигурного катания, хотелось вот так открыть. Но история со строительством была настолько длинная, что утомила всех буквально, и уже от этой идеи отказались. А вот в Омской области я действительно открыла, так и назывался, клуб фигурного катания Ирина Родниной. Ну, имя я, наверное, больше для того, чтобы привлечь и спонсоров, и внимания, не потому что там как-то себя хочется увековечить. В чем особенность работы клуба? То есть у нас все дети, неважно какого возраста, даже взрослые, приходили, могли заниматься. Это не школа, которая готовит или спортивная секция разрядников. Если у нас появлялись талантливые ребята, мы с большим удовольствием их передавали уже в спортивные центры. А у нас-то было два-три раза занятия в неделю, обязательно один раз занятие на полу, разный возраст, разные интересы. Но то, что каждый ребенок мог получить вот эти знания, мы написали программу, рассчитанную на три года, и это дало хорошие результаты. Получается, чтобы стать участником клуба, можно просто прийти туда? Ну да, записаться. Я очень надеюсь и получила согласие Дмитрия Владимировича, главы города Химок, что на новом спортивном центре, который у нас открылся, «Новатор», вот такой клуб фигурного катания будет тоже создан. Как раз «Фок-Новатор», про который вы сказали, это же большая радость для всех химчан, что он наконец-то появился. Наконец-то, да. Как вы можете его характеризовать? Вы знаете, это проект был большой, да, это проект партии «Единая Россия» строительства спортивных объектов, и там даже значилось «быстро возводимых». Но те строители, которые работали, там несколько сменилась компания, они оказались совсем не быстрые по возведению каких-то объектов. Было нарушено такое количество всех нормативов и правил, особенно то, что пошла трещина в бассейне. И это очень сложно, кто понимает в технических вопросах, это очень сложно. Все время поставка оборудования опаздывала. И должна сказать, что кроме того, что были федеральные средства, достаточно большие средства выделил регион, то есть губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. И еще очень достаточно большие не только средства, а самое главное, большое внимание вот уделил Дмитрий Волошин, потому что точно могу сказать, без вот этого внимания мы не смогли бы это, во-первых, так сделать качественно. Качественно, это действительно качественно, и все-таки завершить этот проект. Вы знаете, что он был готов уже в прошлом году, но, увы, пандемия и совершенно новое вот это сооружение отдали под койко-места, которые были переоборудованы. А так, в принципе, он должен был быть уже в прошлом году. А кто сейчас тренируется там? Ну, там тренируется школа фигурного катания «Химок», там наши молодые хоккеисты и взрослые тоже хоккеисты, там школа фехтования, потому что в «Химках» во многих общеобразовательных школах были секции фехтования. Вот теперь они имеют свое отдельное вот залы и помещение. И, конечно, вот бассейн, то есть он 25 метров, но это абсолютно тот размер, где можно готовить как спортсменов высокого уровня, так это работать на массовость и на оздоровление. А какую роль в вашей жизни занимает общественная деятельность и какие проекты уже реализованы? Ну, есть еще партийные проекты. Вот куратором как раз такого проекта «Детский спорт» я и являюсь. Этот проект у нас, он вырос из нескольких проектов, то есть он, вернее, правильно сказать, дополнялся. Вот в 2009 году мы предложили проект «Дворовый тренер». Тогда только 14 регионов и только лето. Почему мы его предложили? Кризис был, и мы понимали, что большое количество детей окажется без организованного летнего отдыха. Сегодня это 75 регионов, это уже круглый год. И наши фестивали дворового спорта, они даже в календаре Министерства спорта Российской Федерации. Занимаясь во дворах, мы увидели, ну, все-таки 2009 год, в каком, ну, в плохом состоянии находились площадки. Это не то, что вот сейчас, сколько меняется. И мы волей-неволей перебазировались на школьной площадке. Не могу сказать, что они были в лучшем состоянии, но, по крайней мере, было освещение, и есть преподаватели физического воспитания. И пошла программа «Школьный спорт». Да, эта программа потребовала больше, как бы, внимания. Почему? Потому что это изменения в законодательстве. У нас теперь есть в законе о спорте понятие, что такое школьный спорт. Есть понятие, что такое школьный спортивный клуб. И появилось такое понятие, как школьная спортивная лига. Да, то есть это и самое главное в законе об образовании мы добились. Появилась такая статья, как «Внеурочная деятельность». Не дополнительное образование, а внеурочное. Это часы, которые выделяются на занятия. Они оплачиваются для тех, кто проводит, но бесплатно для детей. И эти часы, они распределяются между спортом, творчеством и научно-техническими кружками. Потому что у нас огромное количество сельских школ или в малых городах, где нет домов культуры, творчества, вот как в больших городах. Поэтому школа, естественно, является тем местом, где можно получить еще многие дополнительные знания. Но, перейдя в школу, мы увидели, что там тоже спортивная составляющая очень слабая. И я очень благодарна, что и партии, и правительство поддержали нашу программу. Это реконструкция спортивных залов сельских школ. Сегодня уже это и школы малых городов, и поселков городского типа. Вот с 2014 года более 10 тысяч спортивных залов и спортивных площадок при школах мы привели в порядок. У нас такая программа «Мосты дружбы». Это не соревнования, это мы их так называем фестивали школьного спорта. У нас такая интересная программа идет как раз, фестиваль школьного спорта стран СНГ. К сожалению, в прошлом году мы ничего не проводили. Игры юных соотечественников. В 2019 году к нам приехали наши ребята-соотечественники из 60 стран. У нас такая же идет программа Тихоокеанского азиатского бассейна. На территории лагеря «Океан» и Южно-Дальневосточного университета на острове Русский. Там как раз все это базируется. И Каспийские страны. У нас в 2019 году наследие после Чемпионата мира по футболу. Мы провели, мне кажется, очень замечательный такой турнир, который объединил. Сразу же в него вошло 75 регионов. Это дворовый футбол. Футбол 6 на 6. И финал мы собирали, привозили ребят со всей страны. Причем это не какие-то крупные города, это именно муниципалитеты. Финал был как раз в Москве. Тысячу детишек приехали. Соревнования эти шли, так как уже все-таки было холодно. В лучших манежах наших футбольных. Это «Спартака» и «ЦСКА». Ну, а награждение было на ВТБ-арене. И когда Черчесов вручал ребятам эти призы, я себя помню, когда я первый раз вышла в Лужниках на этот лед, что просто, ну, в эйфории. Вот то же самое было с ребятами. Там один мальчик шел, вот так держал руку, я говорю, что случилось? Я уж испугалась, может быть, какая-то травма. Он говорит, я привезу эту руку папе и расскажу, кто ее пожал. И вас часто спрашивают о жизни в Америке. Вот почему вы переехали в США и как там работали? Да, я в 89-м году получила контракт на работу вот в этом международном центре, Castle International Training Center. Это, конечно, было очень интересно. Я вам должна сказать, вот когда вы спросите любого хоккеиста или футболиста или баскетболиста в НБА или в КХЛ или в каких-то иностранных клубах, это не только вопрос, как у нас часто пишут журналисты денег, да. Это в первую очередь более высокий профессиональный уровень. Это очень интересно, это очень необходимо для повышения твоего профессионального мастерства. К тому моменту я работала в Институте физической культуры, преподавала, потому что после рождения второго ребенка мне общество «Динамо», где я работала, предложила испытать материнские чувства, учесть, что это второй ребенок. Видно, руководство «Динамо» очень боялось, что я этого чувства никогда не испытаю. И практически я прекратила работу тренером. И когда поступило такое предложение, как раз директором этого международного центра был тоже олимпийский чемпион Робин Казинс. Мы, естественно, все общаемся и долгие годы, и когда выступали, и когда уже закончили. Вот он мне предложил, и я совершенно спокойно подписала этот контракт в полной уверенности, что никто не даст никакого разрешения. Все-таки это еще Советский Союз. Но вот в начале 90-го года мне как раз позвонили из Министерства иностранных дел. То есть это не просто я поехала и осталась, это официально был контракт, официальное разрешение и выдача документов нашими государственными структурами. Контракт у меня был на три года, но задержалась в силу того, что, ну, как бы, если говорить о спорте и о тренерской работе, то все было там замечательно, интересно. Но вот семейная жизнь, она немножечко диктовала другие правила и условия. У меня младшая дочка не могла въехать в Советский Союз, то есть в Россию, уже тогда новую Россию, до своего 18-летия. Потому что на тот момент Россия считалась государством с неустойчивым политическим и экономическим ситуацией, да, и строем. Поэтому у меня особо и выбора не было. Я не думаю, что какой-то может быть у матери выбор, оставлять ребенка, уезжать в другую страну. Естественно, я там и работала, и жила, естественно, дети были со мной, естественно, дети учились и получали образование в школах Америки. Мне кажется, это чувствительная тема, мне кажется, для общественности, что ваши дети именно учились в Америке. Получается, они просто не могли приехать в Россию. Подождите, если я там работаю, да, я уже эту тему поднимала. У меня что, дети должны быть в каком-то втором, третьем, первом государстве. Для чего тогда вообще мы семью рожаем детей, да, чтобы воспитывать и заниматься воспитанием детей, да. И, естественно, там, где мы работаем, и там, где у меня контракт или еще что-то, то, естественно, дети со мной находятся. А сейчас чем занимаются ваши дети? Ну, вот, сын закончил Строгановскую академию по керамиконаправлению. Работает сейчас в академии Андреяки. И еще его периодически, там, раз в два месяца он бывает в Сириусе, где тоже преподает керамику. Дочка, ну, в данный момент она не работает, она совсем недавно родила ребенка. У нас пополнение, у меня уже вот вторая внучка. А вообще она журналист, она работала в Russia Today в Вашингтоне. И в 25 лет у нее уже была своя программа политическое обозрение. И она даже по версии журнала Forbes вошла в список 30 из 30, то есть 30 лучших журналистов в области политики до 30 лет. Она единственная, кто вот от России была там представлена. И давайте поговорим про внутрипартийные выборы. Зачем они нужны и почему вы участвуете в праймерис? Ну, это, получается, третий раз, когда партия Единая Россия, только единственная партия, устраивает внутрипартийный праймерис. В первую очередь внутрипартийный. Это было в 2011 году, это было вот в 2016 и сейчас, да. Но в отличие от 2011 года, когда тогда все партии выдвигали списки, все избирались только по спискам, в 2016 году у нас уже мажоритарная система, то есть половина избирается по одномандатным округам, а половина по списку. Были уже действительно праймерис. Ну, наверное, потому что мы достаточно большая партия по сравнению с другими. Наверное, в связи с большим количеством у нас и большая конкуренция, и большее количество людей хотели бы себя попробовать. Причем в праймерис проходят и те, которые собираются выдвигаться в законодательные собрания, не только в Государственную Думу. И мне кажется, это здорово, что и наши граждане, которые интересуются политикой, могут ознакомиться с теми людьми, которые участвуют в праймерис. И, наверное, большинство из них смогут принимать участие и в выборах разных уровней. И для самих людей, которые принимают участие в праймерис, у нас же не только члены партии принимают. Мы допускаем буквально любого человека, которому не безразлично, что происходит в стране. Не всякий хочет быть членом какой-то политической партии. Это не обязательно. Но то, что тебе интересно, что происходит в стране, то, что ты хочешь что-то поменять, участвовать в этих изменениях, это как раз тебе дает возможность тоже на праймерис высказать свои какие-то позиции, свои программы, свои взгляды и посмотреть, насколько это интересно людям, насколько они это поддержат. Ну и последний вопрос. Как вам удается поддерживать такую хорошую форму и сохранять красоту? Да, конечно. Спасибо за комплимент. Ну, наверное, достаточно рано я оказалась в поле зрения многих людей. Для любого спортсмена не в смысле только внешний вид, а его и состояние здоровья, и его физическое состояние. Это очень важно, потому что без этого мы не можем никуда продвигаться. Фигурное катание еще особый вид спорта. Мы должны быть всегда хорошо причесаны, хороший нормальный макияж, красивые костюмы должны быть, которые соответствуют и катанию, и музыкальному произведению. И, может быть, все это вот, и когда ты на людях, естественно, к тебе всякие уже не просто взгляды, а уже присматриваются, оценивают. Поэтому это, естественно, когда человек следит за собой. Наверное, каждый хочет быть и здоровым, и успешным, и хорошо, нормально выглядящим. Ирина Константиновна, спасибо вам за ваши ответы. Я напоминаю, у нас в студии была трехкратная олимпийская чемпионка. Ирина Роднина, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова